всем доброго дня сегодня мы с вами свяжем ажурную кайму спико для оформления ажурных изделий количество петель может быть любым узор тоже любым давайте посмотрим как обработать весь ажурный ряд состоит из одного ряда все провязывается друг за другом по лицевому ряду вот наш образец ажурного узора и так набираем 3 воздушные петли для подъема провязываем 1 ряд 1 столбик с накидом для оформления края которым будет сшиваться изделие и дальше вяжем 2 накидом отсчитываем 4 столбика раз два три четыре и вот в промежуток за четвертым столбиком провязываем 2 накида еще раз набираем 2 накида и провязываем дальше формируем пико 2 воздушные петли 1 2 3 петли для пико и соединяем вот первую с третьей петелькой соединяем получается пико можете делать пико больше если вам нравится это все по вашему вкусу еще две воздушные петли 2 накида и провязываем в это же расстояние между столбиками еще столбик с двумя накидами вот первая пико у нас первое готово далее снова 2 накида отсчитываем 8 6 петель 1 2 3 4 5 6 столбиком с накидом предыдущего ряда или у вас может быть не столбики с накидом обычные столбики или ажурные в общем наше расстояние должно равняться 6 воздушным петлям и снова в промежуток между столбиками провязываем столбик с двумя накидами еще один столбик с двумя накидами формируем пико 2 воздушные петли 3 петли для пико закрываем их в колечко еще две воздушные петли и снова 2 столбика с двумя накидами основание предыдущего ряда вот таким образом у нас формируется ажурная кайма давайте еще раз два столбика с накидом 1 2 3 4 5 6 вот в этот промежуток провязываем 2 столбика с двумя накидами формируем пико 2 воздушные петли 3 петли для пико закрываем их в колечко 2 воздушные петли 2 столбика с двумя накидами в то же самое основание предыдущего ряда вот посмотрите какая кайма у нас получается затем не забудьте по завершении отпарить кайму чтобы все пико были аккуратненько расправлены и у вас получится вот такой замечательный ажурный край вашего изделия всем легких петелек хорошего дня